Добрый день, друзья! В этом выпуске мы расскажем о пользе и вреде одуванчиков, а также поделимся с вами оригинальными рецептами из листьев, корней и цветков этого растения. Лето не за горами, еще чуть-чуть и настанет пора одуванчиков. Это одно из самых дешевых и доступных лекарственных средств. Народная и научная медицина, кулинария, косметология – это те сферы, в которых широко применяются части одуванчика. Используют корневища, бутоны, стебли, листья и сок. В июне заготавливают верхнюю часть растения, а корни – либо ранней весной, либо поздней осенью. Польза одуванчика обыкновенного обусловлена его богатым химическим составом. В листьях содержится большое количество витамина С, больше, чем в щавеле. Лютеин – антиоксидант, который содержится в одуванчике, необходим организму для поддержания здоровья глаз и замедления процесса старения. Также это растение богато такими микроэлементами, как марганец, железо, каротин, фосфор и витамин Е. В его корневищах содержится инсулин, а в соке – полезные кислоты, воск и каучук. Пыльца богата йодом, бором, магнием, никелем, молибденом, кобальтом и марганцем. Отвар из одуванчика обладает иммуномоделирующим действием, помогает восполнить уровень калия в организме. Его используют в качестве мочегонного и желчегонного средства. Применяют при гастритах с низкой кислотностью, анемии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете. Отвар на основе одуванчика укрепляет зубы и костную ткань. При заболеваниях верхних дыхательных путей – это отличное средство для выведения мокроты. В профилактических целях для повышения иммунитета принимают отвар из корня одуванчика, приготовленного по следующей схеме. 40 граммов сухой части на 2 стакана воды. Отваривают в течение 10 минут, настаивают около получаса и принимают по полстакана 3 или 4 раза в день. Принимать этот напиток можно длительное время. Отвар из корней одуванчика обыкновенного обладает мощным противовоспалительным действием, в связи с чем его можно использовать для лечения заболеваний суставов и облегчения боли. Для приготовления отвара возьмите в измельченном виде по 3 столовых ложки корня одуванчика, корня бузины черной, шишек хмеля, цветков пижмы и корня барбариса. Добавьте по 2 столовых ложки листа черники и льняных семян и по 4 столовых ложки травы с порыша и зверобоя. Из полученной смеси приготовить отвар. На 1 стакан воды взять 6 граммов сухой смеси и варить в течение 10 минут, затем оставить под крышкой еще на 40 минут. Отвар использовать комплексно, в качестве компресса на больное место и внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в сутки. Для женщин одуванчик поможет не только в решении проблем со здоровьем, но и в поддержании красоты. Это лекарственное растение обладает выраженным мочегонным действием, а также является мягким слабительным, безвредным для здоровья. Важное преимущество одуванчика в качестве слабительного в том, что он восполняет потерянный калий, в отличие от других способов очистки кишечника. Употребление средств на основе одуванчика способствует улучшению обменных процессов в организме, выведению лишней жидкости и снижению веса. Делимся с вами рецептом салата для снижения веса. Вам понадобится мелко нарезать пучок травы одуванчиков, укроп, мокрицу, молодой зеленый лук, петрушку и огурец. Перемешать, посолить и залить заправкой из растительного масла и сока лимона. Минут 5-10 дать салату настояться и выделить сок, а уже потом можно приступить к трапезе. Для красоты кожи одуванчик – отличное средство против излишней пигментации кожи. Настой из корневищ и листа одуванчика поможет улучшить цвет лица, а также быстро заживить повреждения эпидермиса. Умывание настоем одуванчика рекомендуется для тех, кто имеет жирную кожу. Более того, эта процедура поможет остановить воспалительные процессы на коже, так как настой обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Если вы хотите избавиться от пятен и веснушек, возьмите одинаковое количество зелени одуванчика и петрушки, измельчите и отожмите сок. Это можно сделать при помощи нескольких слоев марли. Трижды в день протирайте этим соком места, где расположены пятна и веснушки. Продолжайте выполнять процедуру до тех пор, пока они не станут менее заметными. Перед применением такого состава советуем проверить его на аллергические реакции, для чего нанесите сок на сгиб локтя и через время оцените состояние кожи. В случае высыпаний, жжения, зуда или покраснения не стоит использовать этот способ. Еще один способ избавиться от пигментации – это отвар из цветков одуванчика. Для этого возьмите 2 столовые ложки перемолотых цветков, залейте 500 мл воды и варите в течение 30 минут. Полученный отвар хранят в стеклянной таре в холодильнике. Для получения желаемого эффекта необходимо протирать им лицо утром после пробуждения и перед отходом ко сну. При лечении кожных заболеваний одуванчик также эффективен. Например, он показал эффективность для лечения экземы. В этих целях берут по 20 граммов корня лопуха и корня одуванчика, заливают двумя стаканами кипящей воды и настаивают. Пьют по половине стакана. Наружное средство для лечения экземы состоит из меда, смешанного с мукой из одуванчика. Причем смывать это средство необходимо теплой молочной сывороткой. Салат из свежих листочков и лепестков одуванчика окажет благотворное влияние на мужскую половую сферу. Женщинам также будет полезно это блюдо для насыщения организма витаминами. Для приготовления нужно две горсти молодых листов одуванчика залить холодной соленой водой и держать полчаса. Это необходимо для того, чтобы убрать горечь. Пока зелень замачивается, натираем на терке цедру одного лимона и морковь. Берем горсть орехов, кедровых либо грецких, и раздавливаем их толкушкой либо скалкой. Воду, в которой замачивались листья, слить, а зелень нарезать. Выдавить пару зубчиков чеснока и перемешать все ингредиенты. Салат заправить растительным маслом. И это еще не все способы применения одуванчика. Из него можно готовить не только салаты, но и напитки. Вы какое предпочитаете вино? Шардоне? Каберне? Может быть, когда-то готовили вино сами из садовых ягод? Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вина из одуванчиков. Вино получается красивого янтарного оттенка с чудесным ароматом. Попробуйте, тем более, что его рецепт достаточно прост. Подготовьте трехлитровую банку, наполненную до верха лепестками одуванчика. Лепестки выкладывать в банку слоями, утрамбовывая каждый слой толкушкой с сахаром, чтобы ускорить образование сока. Затем поставить банку в сухое темное место и оставить на три дня. После этого будет возможно добавить оставшиеся лепестки и пол-литра воды. Снова поставить банку на три дня в темное место. По прошествии отжать и процедить полученный сироп и добавить к нему 150 граммов изюма и сок одного лимона либо апельсина. Отжатые лепестки не выкидывать, а залить их кипяченой водой так, чтобы покрыть сверхом. Оставить на двое суток и, отфильтровав воду, вылить ее к вину. Оставить банку в темном месте, предварительно надев на горлышко медицинскую перчатку, в которой необходимо сделать маленькое, едва заметное отверстие. Как только перчатка перестанет надуваться, значит, процессы брожения завершены и вино готово. Разливаем вино по бутылкам, избегая попадания осадка. Бутылки плотно закрыть и хранить в холодильнике не более шести месяцев. Еще один неожиданный напиток из одуванчика – это кофе. Если среди вас есть кофеманы, страдающие без кофе ввиду нежелательного для здоровья кофеина, не беда. Попробуйте альтернативный кофе из одуванчиков. На одну чашку такого кофе понадобится три средних корня одуванчика. Корни тщательно промываем, мелко нарезаем и обжариваем на минимальном огне до коричневого состояния, они должны стать хрупкими. Получившуюся сухую смесь залить кипятком на 15 минут. Ваш кофе готов! Возможно, вам полюбится этот вкус еще больше, чем обычный кофе. Чай из лепестков одуванчика получается очень ароматным и приятным на вкус. Для приготовления чайного напитка необходимо одну столовую ложку сухих либо свежих листьев одуванчика залить кипятком. Настаивать не менее пяти минут. Можно добавить сахар или мед. Приятного чаепития! Кстати, о чаепитии. Из одуванчиков получается очень вкусное варенье. И готовится оно очень просто. Возьмите банку необходимого объема. Соберите не меньше 300 желтых головок одуванчиков и отделите от них лепестки. Засыпайте в емкость поочередно слои лепестков одуванчика и сахар. Толщина слоев должна составлять по 2 см. Убрать в темное место. Лепестки дадут сок, масса опадет, а вы получите вкусный десерт, хранить который следует в холодильнике. Но не всем разрешается употреблять продукты и средства на основе одуванчика обыкновенного. Так, людям с язвенной болезнью, гастритом, повышенной кислотностью желудка, мочекаменной болезнью, расстройствами желудка употребление одуванчика противопоказано. Также не стоит рисковать людям с аллергией на это растение, а также беременным и кормящим мамам. Не собирайте одуванчик вдоль дорог, а также в районах, приближенных к промышленным зонам. Выбирайте экологичные места, чтобы получать от этого чуда растения только пользу. Будем надеяться, что вы попробуете приготовить новое блюдо или напиток на основе одуванчика, предложенный нами. Тем самым вы не только порадуете, но и удивите свою семью, ведь далеко не каждый знает о том, какие вкусные продукты можно получить, можно сказать, из обычного сорняка. Если вам было интересно и в этом выпуске вы узнали что-то интересное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте завод о себе и будете здоровы!